Мы понимаем, что сейчас у нас идет такая целенаправленная политика на сокращение граждан Украины. Мы это видим и по медицинской реформе, и по экономическим состояниям, и по урезанию вечно социальных этих выплат, и увеличению тарифов на ЖКХ. То есть фактически население активными темпами сокращают и стимулируют все для эмиграции, чтобы как можно меньше здесь людей было. Не считаешь, что эти все процессы взаимосвязаны, и это все целенаправленная политика, для того, чтобы здесь просто меньше людей было, чтобы ими было проще управлять, и всех сделать зависимыми через какую-нибудь работу, кому-нибудь еще что-нибудь, чтобы оно было более управляемым? Абсолютно согласен с тобой. Украина, по данным ООН, находится в пятерке лидеров по вымиранию в мире. В мире, в пятерке лидеров. Я об этом, кстати, в своей книге тоже пишу и привожу эти все данные и цифры. У нас стремительно стареет то население, которое есть, да, и вымирает и бежит. То есть все то активное, работоспособное и нежелающее мириться с тем, что происходит в их жизни населения, оно стремится уехать за границу и уезжает. У нас огромный поток эмиграции. Уезжают вот как раз те, кто молодые, дееспособные и так далее, активные. А рождаемости практически нет. Она очень низкая, потому что создаются все условия для того, чтобы рождение ребенка превращалось в бремя, в такое отягощающее в материальном, прежде всего, смысле обстоятельства для молодой семьи. Для того, чтобы возникало сразу кучу проблем, как потом ребенка кормить, одеть, обуть, обучить, сохранить здоровье и все остальное. Просто так вот совпадением все эти процессы, ну, вряд ли они могут быть. Это действительно целенаправленная политика, которая преследует сразу несколько целей. Одна из этих целей – это получить дешевую и относительно квалифицированную рабочую силу на Западе, что мы видим, да, с помощью безвиза, которым нас так вначале перед носом, этой морковкой, да, виляли-виляли. Далее теперь оказывается, что безвизы используются не для того, чтобы попить кофе, значит, после Венской оперы, да, подавляющим большинством населения страны. Ну, именно сказку именно такую рассказывали. Да, потому что немножко нет денег на то, чтобы ходить по Венской опере и ходить потом кофе пить. А используются безвизы для того, чтобы просто иметь относительно легальный способ уехать и работать на отнюдь не самых престижных и высокоплачиваемых работах. То есть они получили рабочую силу и получают, да, массово туда едущую. Причем квалифицированную, которая получила образование за бюджетные деньги, украинские бюджетные деньги. Совершенно верно. И которая относительно лояльна и нормально встраивается, в отличие от арабов и так далее, да, встраивается в государства Западной Европы и не претендует на создание каких-то отдельных структур, своих кварталов там со своими правилами игры и так далее. То есть менее агрессивная. Да, и менее агрессивная. В общем, это выгодность со всех точек зрения для Запада. Это первый момент. Второе. Они убили, безусловно, с участием активным наших шестерок, да, и дебилов, не побоюсь этого слова, во власти. Убили промышленность нашу, то есть убили в первую очередь все конкурентоспособное, наукоемкие технологические отрасли, да, авиакосмос, там, ВПК и прочее. И тут из промышленности остается только, по сути, добывающее, то есть связанное с добычей сырье и там металлургия черная, то есть то, что они сами у себя не особо хотят развивать по экологическим и прочим соображениям. Соответственно, ликвидация возможности даже какой-то конкуренции со стороны нашей промышленности к их ним, да, и получают еще и рынок сбыта товаров. И к тому же освобождаются действительно территории, потому что столько людей под те цели, которые перед нами, ну, обозначены западными нашими, так сказать, хозяевами и кураторами, то есть быть аграрной супердержавой, да, как нам говорил посол американский, вот, то есть быть источником сырья, ну, не нужно столько людей в Украине, просто не нужно для обслуживания всего этого.